Чем ближе День Победы, тем сложнее застать ветеранов Великой Отечественной войны дома и тем более собрать их всех вместе. Ежедневно защитников Родины хотят поздравить тысячи граждан нашей страны. В их числе оказались и представители Следственного комитета по городу Одинцова. Они решили в неформальной обстановке встретиться с героями фронта в Голицынской школе номер один. Руководство учебного учреждения со своей стороны создало все благоприятные условия для душевной встречи. Второй год подряд мы взяли за правило и накануне празднования Дня Победы встречаться с ветеранами в такой вот теплой дружеской обстановке, поздравлять, услышать все тяготы, которые перенесли ветераны, послушать, потому что без истории нет будущего. Чествование школьниками героев фронта началось еще в фойе, после чего ребята гостеприимно провожали их в актовый зал. К встрече с ветеранами ребята готовились заблаговременно. Нарисовали их стен газеты, украсили зал и, конечно, подготовили небольшую концертную программу, куда вошли всеми известные и любимые песни военных лет. Победа, победа, это значит жизнь. Света победы, жизни, жизни. На самом деле это одно из множества мероприятий в рамках празднования 70-летия Победы. Это мероприятие рядовое для нас, потому что их очень много. И на подготовку этого мероприятия ушло совсем для нас немного времени, потому что коллектив очень слаженный, ребята все, они организованы, поэтому на подготовку мероприятия ушло три дня. И пускай срок подготовки к такой поздравительной программе был небольшой, это никак не отразилось на душевной атмосфере самой встречи. Ведь ветеранам важно не то, как и где все организовано, а само внимание и тепло со стороны современного поколения. Со словами благодарности и признательности выступили и местная администрация, и районная. Благодаря вашему труду, когда вы были совсем молодыми, а вам было и 15, и 17, и кому-то было и 14, которые шли на фронт, вы сделали для нас вот такие красивые школы. Вы сделали для нас ту победу, которую мы ждали очень долго. Под конец встречи каждому ветерану вручили памятные подарки от Следственного комитета и Голицынской общественности. В этот вечер никто не остался без внимания. И все-таки не хватит никаких слов, чтобы выразить всю благодарность и признательность тем людям, которые защищали нашу страну в страшные годы войны, а после поднимали города из руин во благо нашего будущего. Екатерина Старосветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.